Эйо, всем привет! У меня опять новости, неожиданно, правда? Ладно, поехали. Машина по печатанию денег Star Citizen продолжает работать. Геймеры положили на счёт Cloud Imperium Games 56-й по счёту миллион. Разработчики, понятно, сказали спасибо и пообещали выдать каждому спонсору по охлаждающему модулю для движка. А заодно напомнили, что уже в эту пятницу стартует CitizenCon, фестиваль, посвящённый настоящему и будущему Star Citizen. EverQuest 2 вовсю готовится к выходу юбилейного десятого дополнения, Altar of Malice. По этому поводу разработчики даже предложили всем, у кого есть статус All Access, получать больше опыта аж до 11 ноября. Причём не только боевого опыта, но и крафтового, что наверняка порадует любителей мирной жизни. Команда TerraRussia объявила итоги конкурса фан-сайтов с нехилыми призами. Оценивали виртуальные площадки известные эксперты, в том числе от нашего портала. В общем, самым крутым признали TerraDefuseOnline.cc. Авторам которого досталось 30 тысяч рублей. 25 тысяч заберёт TerraGuru.org, а 20 тысяч — VTerra.ru. А ещё всем победителям раздадут по 25 ключей на ЗБТ. В Steam вышел сетевой шутер Counter-Strike Nexon Zombies. Как минимум, он поражает своим размахом. Штук 20 режимов и полсотни карт — это вам не шутки. А ещё там есть зомби — толстые твари под управлением игроков, которые, как и положено уважающим себя зомби, умеют превращать людей в некробойцов. А теперь поговорим об офлайне. Компанию Play It Social, занимающуюся продвижением Shadow of Moda, обвиняют в давлении на журналистов. Говорят, она заключала договоры, в которых запрещала ругать игру и требовала делать по несколько статей или видео про неё. Однако на сговор пошли не все, и инфа просочилась в сеть. Нам же остаётся только гадать, какие оценки и обзоры объективны, а какие куплены на корню. Так, надо проверить мой чемодан с деньгами. Студия The Malice's Flood, в которой трудятся бывшие создатели Bioshock, Halo, Rock Band и Guitar Hero, делает новую игру. The Flame and the Flood предложит нам путешествовать по реке, борясь за выживание. Хищники, суровые условия жизни, перма-деф и крафт обеспечены. Кстати, на Kickstarter авторы хотят 150 тысяч долларов, причём треть этой суммы уже собрана. В Reddit фанаты Minecraft отговорили подростка от самоубийства. Парень с ником Not A Roman Guy сказал, что в депресснике уже много лет, а теперь решил покончить с собой, так как не нужен даже матери. Пользователи тут же стали убеждать его в обратном. И представьте себе, убедили не только жить, но и сходить к психиатру. Кинокомпания Legendary Television и студия Каин вместе сделают сериал по мотивам квеста Myst. Правда, подробности пока скрыты мраком, неясны даже, будет сериал телевизионным или цифровым. Но точно понятно, что свою помощь уже обещали авторы Myst, братья Миллеры, а вместе с сериалом выйдет и неанонсированный проект от Каин. Система переноса с помощью камеры или кинект реальных лиц в NBA 2K15 пока работает из рук вон плохо. Слишком часто у игроков получаются какие-то жуткие рожи, совсем не похожие на реальные лица. А у некоторых не выходит вообще ничего, даже уродцев. Так было и с журналистом сайта Polygon, Оуэном Гудом, у которого программа вообще не нашла лица. На этом у меня всё. Ставьте лайки, рассказывайте о видео друзьям, не болейте, ну и пока-пока.